супер мальчики девочки дамы и господа дорогие мои подписчики и гости канала ну наконец настал тот момент который вы так долго ждали во всем виноват кости сегодня захожу в инсту а он там мазки на той бой фоточки вот бла 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 а я не так давно буквально вчера видел в золотом яблоке что типа скидка 50 процентов и там разные объемы но я как самый жадный в мире человек выбрал соточку конечно ну и и так отложил для себя и костя тут мне эти фотки в инсте показывает я думаю да что да откуда весь хайп ребят я сознаюсь честно я пал жертвой хайпа всеобщего мазкина той бой я его не пробовал я мог бы поехать конечно затестить но это во первых сильно далеко во вторых с первого затеста мало что поймешь в третьих опасность опять же вторая волна вот этого вот не будем называть его до вируса я психому короче думаю да почему бы мне не заказать и знаете вот магазин золотое яблоко в таком пакете они все это привозят доставим сегодня то есть я кликаю заказать через два часа мне уже привозят в лучшем виде платишь картой и там еще даже подарочки смотрите попробую называется как будто мы не видим что дьер совашь парфюм вот этот дьер совашь парфюм пробники они пихают всюду везде в каждую щель как будто оверсток пробников диора совашь но видите диор очень грамотно подходит промоушену своего своих ароматов каких-то флагманских и у них то хорошо получается вот эта бумажечка ну типа чек и собственно герой нашего обзора я вам скажу что ноты я читал но я их уже забыл сто раз и отзывы я читал но частично и поэтому буду вам без без зачитки даже нот просто свое мнение распаковку и так далее возможно потом позже я вернусь к нему и расскажу уже более подробные свои ощущения от разноски но сейчас именно первые впечатления сейчас мы его лишаем девственности вот так вот да я пал жертвой хайпа рекламы хотя рекламу именно ролик я не видел на него но мне еще флакон кстати понравился я за уши этого медведя тяну нифига себе он сидит вот такой вот мишка ну красавый флакон чё говорить сейчас я вам буду поток сознания выдавать потому что ну окей кое-что я прочитал из обзоров но я не думаю что они на меня как-то повлияют первый пшик слышали с таким хрустом холостой второй пшик чуть-чуть пшикнулась и третий пшик о роза роза про розу говорили про можжевельник говорили чувствую и розу и можжевельник в первых аккордах пока не выветрилась для меня прям можжевельник преобладает однозначно можжевельник да все таки с розой с какими-то цветочками даже даже нет я бы сказал не с розой с какими-то такими белыми нежными цветуёчками а где он интересно произведен то у нас смогу ли я прочесть сейчас я секунду лупу возьму потому что они сейчас так все печатают и зрение у меня уже не ахти тут на русском языке даже есть this product can be sold only by authorized moschina retailers ну это понятно а где сделано то где италия но пока что знаете никаких откровений к сожалению цветочки цветочки герань пионы кстати говоря не не роза другие цветы но много-много цветов можжевельник стрельнул в нос с самого начала сейчас возможно он да он оттеняет все это буйство цветочное интересно что же дальше преподнесет данный парфюм но так вот по горячим следам прям хочется сказать что жалею что купил потому что цветочки можжевельник шиповник кстати да вот кто то говорил про шиповник там вспоминаю в отзывах да вот эти вот цветки цвета фуксии извините за тавтологию прям много цветов много они пышным цветом цветут а и соответствии с этим действительно он за унисекс вообще легко сойдет может даже больше девочкин по мне так это вот знаете мне почему то вспомнилось детство и вот эти цветущие кусты в такой местности я живу где цветов вот именно которые на улицах растут их немного и шиповник исключением был эти ярко фуксиевые шиповниковые цветы да они для меня шиповник 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 с каким то можжевеловым таким вот оттенком и глубоко глубоко там внизу деревяшки я думаю что не стоит моим потоком сознания и разнюхиванием засорять эфир я поставлю паузу и скоро к вам вернусь буквально минут через двадцать наверное да и расскажу как он трансформируется ммм ребятки ничего он в себе не несет увы все так же цветочки но плюс вылезла такая кислая зубосводящая нота масс-маркетная я бы даже сказал цветочки и кислота едкая выедающая глаза это вот о чем и для чего и для кого ну да немножко шиповником попахивает и что если говорить про мужские парфюмы где красиво обыгранные цветы именно для мужиков то попробуйте royal mayfair от крит вот там а здесь масс-маркетом от него веет за версту в какой ситуации я бы его носил ну чтобы пахнуть шиповником возможно так странно судя по ощущениям он действительно концентрация Eau de Parfum пахнет достаточно так мощно ну и все ребят вот вы мужчины вам в каком состоянии захочется пахнуть цветочками шиповниковым вот этим вот хедлайнером я не знаю мне тоже я могу сказать что жалею что купил да если бы я его затестил то я бы не стал приобретать ни за что масс-маркет прям кричит и вопит пшик да и только я не знаю кто его так сильно расхайпил и разрекламировал есть гораздо более интересные мужские цветочные парфюмы которые действительно выделят вас с толпы этот кислиночка вот эта кисельная и чё и для чего и зачем говорю этому парфюму нет будет у меня стоять для из-за красивой бутылочки возможно хотя он в коробке и ребят не ведитесь на рекламу на восторженные отзывы пробуйте сами решайте сами я конечно искушенный человек да я там сижу окруженный нишей там бутиковыми диоровскими какими-то парфюмами всякими там кридами шмидами назаматами но вот вообще мимо просто мимо я конечно его поразнашиваю но я не думаю что второй ролик будет потому что здесь не о чем вообще говорить масс-маркет он и есть масс-маркет но цена не самая маленькая как вы знаете магазин золотое яблоко да аромату ну я не знаю какой из парней в здравом уме купит этот парфюм будет его носить и радоваться вы попробуйте ну хорошо там гуччи пуром 2 ну хотя тот тоже снят с производства уже стоит дорого но я предпочел вдвое переплатить и получить гуччи пуром 2 но там по крайней мере там он пахнет по-мужски а здесь какое-то бесхребетное нечто кислое скулы сводящие цветочное для чего зачем я не понимаю ребят пишите ваши комментарии они очень для меня важны и до новых встреч до новых прекрасных обзоров ароматов пока супер хай м